1964 год. Школа номер 156 в Сормовском районе. Ровно 55 лет назад первая смена только отучилась. Уроки для второй еще идут. В 14.40 Валерия Емельяновна ведет урок русского языка. Раздается гул падущего самолета. Ребята, на нас падает самолет. Летит и падает на нас. Они сразу испуганы так. И вы знаете, самолет, впечатление такое, что он по крыше прошелся. Прямо настолько все вибрировало. Этажом выше Валентина Багаудиновна на уроке пения. Детские голоса замерли. Вместе со всей школой и окрестной детворой она бежит к месту, где падает самолет. Были крики. Самолет упал, самолет горит, летчик разбился. То есть вот эти крики неслись. Они и представить не могли, какая беда миновала. За 20 минут до аварии с аэродрома оборонного завода имени Орджоникидзе в воздух поднимается сверхзвуковой истребитель МиГ-21. За штурвалом летчик-испытатель с 4-летним стажем Борис Рябцев. В тот день это был второй испытательный полет Бориса Рябцева на 21-м МИГе. Для сравнения, такая же машина стоит у нас в парке Победы. Так вот, испытания почти подошли к концу, как на 19-й минуте и на высоте 9,5 тысяч градусов двигатель у машины начал терять обороты. Рябцев уже сталкивался с нештатными ситуациями, но тогда двигатель удалось запустить. Беда миновала. На этот раз расклад получился иной. В начале полета он спокойным голосом докладывает о работе на командно-диспетчерский пункт о ходе испытаний. Тревоги нет. Но вот Рябцев без тени волнения сообщает. У меня обороты 60%. Так начинается диалог летчика-испытателя с землей, который продолжается 160 секунд. Все материалы дела были под грифом «совершенно секретно». 55 лет. Запись хранится в музее завода «Сокол». Тогда предприятие носило имя «Орженикидзе». Мы впервые даем в эфир уникальный фрагмент последних секунд разговора Рябцева с диспетчером. Борис Рябцев понимает, что если катапультироваться сейчас, то неуправляемый истребитель обрушится на жилой район. Он, как говорят летчики, дотянул. Но момент выбрасывания был уже упущен. Ценой собственной жизни он сохранил сотни детских. В честь подвига в 1965-м посмертно ему присваивают звание героя. Однако детали подвига остаются в тайне. Рябцеве опубликовало статью 160 секунд «Комсомольская правда». Не указано, где этот летчик-майор работал, где совершил свой подвиг. Узнав подробности, журналисты Горьковской студии телевидения начинают делать программу о судьбе и подвиге летчика. Однако Минобороны запрещает выход фильма. Вся правда о подвиге Рябцева становится известно только в Перестройку. В школе, спасенной героем, в 2009-м создается музей его имени. 9 октября каждого года у нас День памяти Рябцева. Сейчас все ученики знают о подвиге Рябцева. Здесь даже школьные дневники с его портретом. Олег Лавров и Вячеслав Орлов. Итоги недели. Время новостей.